У телерадиокампанию дайшов лист от Гамельчанки, якая хотела про сроки массовой информации поделиться уражением адеперативной работы сотрудников органов внутренних справ. С героиней этой Амаль детективной истории сустрелась Наталья Каприленко. Здесь оплачиваем проезд вошедший. Амаль два года Юлия Герашенко працуя кондуктором автобуса. За этот час, каже, привыкла быть бюро знаходок для забытых пассажирами речев. Алия сама не раз становилась охвярой дробных кразяжов. Однако у милицию не взверталась. Алия молчать, коли украли подчас працы шалик, подарунок мужа, Юлия не захотела. Здесь находится рабочее место кондуктора. И, как правило, во всех автобусах у нас даже здесь висит табличка. Место для кондуктора. Я оставила свой любимый шарф, который мне очень дорог, оставила его на своем рабочем месте. Пройдя в конец салона на пару минут, вернувшись на свое место, я обнаружила, что шарфа нет. То есть мне стало очень обидно, досадно до слез. Юля не верила, что будет некий выник, али уже проспару джон, звыклое житё перетворилось в детективную историю. На место здарения до автобуса приехала оперативная группа. Юля деталёва узгадала, кто находился в салоне в той вечер. Коллеги детективной издольности Юлии подчас оперативной працы не оценили. Все вообще говорили, что ты блондинка и никакой шарф искать не буду, ты глупости сделал, что обратилась. Мне кажется, что скорее всего это было от безвыходности, потому что я действительно не знала, какие действия мне предпринять. Хотя бы потому, что если бы я работала однажды опять на этом же маршруте и увидела свой шарф на ком-то, какие я должна была бы предпринять действия. У больших здарения в салоне автобуса находились только четыре пассажиры. Махчима и эта околичность так само спросила задачу правооховникам. До заявления не только Юлии, али у сего автопарка оперативная группа отдела внутренних справ отшукала шалик за пару дён. В острой развязке интригующей истории не отрымалася. Наш оперативный сотрудник разыскал этот шарф, разыскал лицо причастное к этому. Со слов гражданина, который якобы этот шарф нашёл, во время движения автобуса увидел, что этот шарф валяется с его слов на полу. Он его подобрал, проявил свою гражданскую правильную позицию. Он написал объявление, собирался его развесить в ближайших местах, возле остановочных пунктов. Оказалось, что такие дробные сдавались обздорения, отпрацовываются оперативными супрацовниками. С не меньшей старанностью, чем буйные злошинствы. Практика показывает, что для одного человека мелочь, для другого может быть весьма ценной вещью. К примеру, недавно к нам обратилась гомельчанка с просьбой разыскать коллекционный набор игрушек одного из торговых флагманов страны. Коллекцию оставили в ящике для хранения, а когда вернулись, её уже там не было. Для маленькой дочери такая потеря – эмоциональная и психологическая травма. Милиционеры не остались в стороне и приняли заявление, начали поиск. Благодаря записям камер видеонаблюдения нашли женщину, которая похитила набор. Гомельчанка и её дочь были весьма удивлены, когда милиция вернула им похищенное и выразили слова благодарности за помощь.